Педиатры республики стали все чаще выявлять у детей аутизм. На сегодня на учете состоят 299 пациентов с расстройством аутистического спектра. Это общемировая тенденция. Если 30 лет назад регистрировался один случай на 10 тысяч человек, то сейчас это один из 100. В Республиканском центре медицинской реабилитации для особенных малышей разрабатывают индивидуальные программы восстановления и развития. Что могут предложить врачи из современных методик, расскажет Татьяна Иванова. Как в сказке о Золушке. Разобрать семь мешков фасоли. Такое задание, по мнению психологов, помогает особенному ребенку сосредоточиться на тактильных ощущениях. Это способствует снятию напряжения, формирует усидчивость. Существует много методик, помогающих развитию детей с аутизмом. Самые действенные и проверенные используют наши врачи. Но сначала необходимо подтвердить диагноз. И зачастую это непростая задача. Медики считают, что с двухлетнего возраста особенных малышей должна консультировать мультидисциплинарная бригада специалистов. На нарушение нервно-психического развития могут повлиять и эндокринная патология, и генетические заболевания. При необходимости привлекаются все специалисты нашей клиники, если учесть, что мы многопрофильная клиника. Обязательно продолжается более углубленная диагностика вышеперечисленных патологий со стороны организма малыша. И если это действительно только укладывается в расстройство аутистического спектра, а выводы уже делают психологи, неврологи, психотерапевты, логопеды, начинается реабилитация. Программа реабилитации для каждого ребенка составляется индивидуально, но в основе ее лежит психолого-педагогическая коррекция и обязательные занятия с логопедом. Дополнительно для развития пациентов с аутизмом включают физиотерапевтические процедуры, психологическую разгрузку, ванны и бассейн, развивающие занятия. Реабилитологи работают и с родителями маленьких пациентов, помогая им активнее включаться в процесс воспитания. Главной задачей нашей реабилитационной программы является раскрыть возможности и потенциалы ребенка, помочь ему адаптироваться, социализироваться в обществе и с учетом его особенностей помочь ему адаптироваться в будущем. Преодоление страха к окружающему миру, раскрытие талантов и, самое главное, формирование навыков общения. Все это способствует тому, чтобы ребенок-аутист вырос не только счастливым человеком, но и максимально полезным обществу. Татьяна Иванова, Владимир Синдеев, Вести Чепоксары.